Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Закажу и Покажу. У кого-то, наверное, будет дежавю, но опять я никак не готовился. И опять у нас процессор распакован на обычном моем компьютерном столе. Опять Intel Xeon, собственно, и написал продавец процессор E5-2690. Xeon E5-2690. Самый мощный из линейки E5-26+. Назовём это так. И, собственно, решил я заказать. 2,9 частота, по-моему, у него термопаста. И 3,8 в турбобусте, это если на одно ядро. Если на 8 ядер, то, по-моему, 3,3 турбобуст. Вот. В общем, сколько здесь у нас? 8 ядер, 16 потоков, то есть гипертрейдинг, 16 потоков. Базовая частота 2,9. Ну и турбобуст на одно ядро 3,8. Вот. Либо по 3,3 на все ядра. Так, ладно, это всё в сторону. Вот, собственно, процессор в антистатическом пакете. Давайте откроем, посмотрим. Ну, камень, конечно, прям вот первый раз я именно зионовский такой процессор на сокет 2011 распаковываю. Ну, такой камень, конечно, внушительный. Могу даже вот достать по сравнению с обычными процессорами от Intel. Так, давайте разорвём его просто, потому что, ну, никак я не могу. Вот, всё, достал. Вот, собственно, наш камень. Intel Xeon E5-2690. 2,9 ГГц. Ну, кстати, я просил, по-моему, а может и не просил, точно не помню, надо смотреть. Вроде просил, чтобы был не Малья, а этот Сингапур, или уж забыл. Ну, вообще, ладно, неважно, Тайвань или какое там ещё у них производство процессоров. Забыл я уже. Ну, вообще, ладно. Не суть. Просто просил другую ревизию, но только тут ничего не влияет, просто место производства. Ну, как видите, всё чётенько. Всё-всё, все дорожки на месте. Вот. Вообще, следов использования нет. То есть, процессор, блин, хорошо прям так это отмыт. То бывает даже, смотришь, распаковки там какие-то остатки даже термопасты. Ладно, всё. Пошёл я его, собственно, ставить. Да, стоил 89 долларов и дошёл за 10 дней. Пойду ставить, ставить, проверять в конце видео. Покажу, как всё работает. Так, вот. SPO Configuration. Так. Так, вот, значит, Intel Xeon E5 2690. 2 ГГц. Ну, в общем, что? Всё. Сейчас буду накатывать на него систему и там уже делать, собственно, тесты. Итак, друзья, делаю стресс-тест процессора E5 2690. Ну, что могу сказать? Уже идёт 16 минут стресс-тест. Вот такая температура. 53, 51, 56, 55. Ну, вот такая. Ну, пускай максимум так, 56 градусов будет, да? В общем, нормально. Кулер, который заказал, под него справляется. В общем, и сам процессор, судя по всему, в норме. То есть, стресс-тест уже 16 минут до выдерживать. Ничего не улетает, никаких синих экранов. В общем, всё отлично. Ладно. Всё, спасибо. До новых видео. Удачи и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова